Мы вернулись, по сути дела, в 91-м году от того, отчего пошли в 17-м. Сорос выполнял важнейшую идеологическую функцию – оболварить и население когда-то самой образованной и грамотной страны в мире, то есть Советского Союза. Вот все, что случилось с нашей страной в промежутке 1917-1922 практически через 100 лет повторяется. А что делал Абрамович на переговорах в Турции, где вроде были… Все спрашивали об этом. Ну вот, никто не получил разумительного ответа. Самый главный опыт Белоруссии – то, что она уберегла себя от тех самых алигантов. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, начну с поздравления. 1 мая всех россиян с праздником весны и труда, всех белорусов с праздником труда. Ну, так официально называется этот праздник в России и в Беларуси. Все чуть-чуть по-разному, но суть одна и та же. Но для нас сегодняшний 1 мая – это, конечно же, такая ассоциация с гуляниями. Действительно, праздник. Но мало кто сейчас вспомнит, как это все начиналось. 1886 год. Ну, вы-то знаете, я просто для зрителей на всякий случай вслух говорю. Если вдруг кто-то подзабыл. 1 мая рабочие в Чикаго вышли на демонстрацию. Там около тысячи человек, по-моему. Но с требованием, ну, сейчас это звучит диковато, они хотели с 15 часов рабочий день уменьшить до 8, к которому мы сейчас все привыкли, и 2 выходных дня. Им это вроде как дали. Ну, а потом 3-4 мая начались стычки с полицией, жертвы, в том числе и среди рабочих, полицейских и так далее. Ну, и позднее уже в Парижском съезде 2-го интернационала французский делегат, не помню уже фамилию, но не суть, предложил, собственно, 1 мая отмечать. И тогда по всей Европе начали 1 мая проходить демонстрации. Мы живем в совершенно иные времена, и трудовые споры, слава богу, решаются сейчас совершенно по-другому. И какие-то вот те вопросы уже немножко так действительно диковато звучат. Ну, вот если бы сегодня, допустим, нужно было, как вот модно было в 20 веке, написать манифест рабочих, то вот на ваш взгляд, что там должно быть? Ну, вы знаете, да, действительно, я хочу поздравить и граждан Беларуси, и граждан России, и граждан нашего союзного государства с этим праздником. У нас, к сожалению, в последнее время по многому события 1-го, 2-го мая ассоциируются просто с отдыхом. Скорее даже дачными днями, когда люди выезжают на природу и начинают готовить свои дачи к этому сезону. Ну, это такие, знаете, индивидуальные маевки, можно так сказать. Да, да, и вот этот вот политический смысл этого праздника, он, конечно, потихоньку выветрился. А ведь действительно, первые годы после революции, события 1-го, 2-го мая, они праздновались именно как Международный день солидарности трудящихся. Смотрите, какое слово солидарности трудящихся. Не просто там нации и народов, а людей, которые своим трудом, физическим прежде всего, ну и, конечно, умственным, приносят пользу людям, работают не только на себя, на свой карман, но и на все общество. Действительно, события 1-го мая не связаны с трагическими явлениями, с гибелью многих людей, которые вышли за щиту своих трудовых прав. Тогда ведь, надо сказать, вопрос о сокращении рабочего дня, это был архиважный вопрос. Ну, конечно, если 15 часов рабочий день, это действительно важно, как минимум. У нас, да, как люди подзабыли, а ведь в царской России продолжительность рабочего дня была в среднем 11-14 часов. 11-14 часов. Причем я хочу сказать, что, к сожалению, сейчас вот эти подзабытые давно традиции, они возвращаются и у нас. У нас идет нещадная эксплуатация трудовых ресурсов. И в некоторых фирмах, компаниях продолжительность рабочего дня уже давно перешла за 7-8-часовой рабочий день. Но об этом помалкивают, об этом не принято говорить. Кстати, я хочу сказать, что ведь вот эта установленная норма, 8-часовый рабочий день, которая уже в послевоенном мире, особенно в послевоенной Европе, в летущих буржуазных странах, была установлена во многом под влиянием достижений именно Советского Союза. Это была вынужденная мера со стороны капиталистов. Ну, потому что был пример Советского Союза, естественно. Ну, конечно, они не хотели, условно говоря, повторить путь Советского Союза в решении этих вопросов. Я хочу сказать, что вообще в то время профсоюзные движения и в мире, и особенно в Европе, и в Соединенных Штатах это был мощный фактор не только внутренней, но и международной политики. Мы, давайте вспомним, как, значит, пролетарии всех стран поддерживали первые в мире социалистические государства. Ну, например, в годы гражданской войны и интервенции именно европейские профсоюзы организовали, значит, массовую кампанию «Руки прочь» от Советской России. Дальше. Не надо забывать, что вторая по влиянию численности партия Великобритании, которая была тогда главной мастерской мирой, ведущей империалистической державой, стала именно либористская партия, основу которой составляли профсоюзы. Ну, и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас и в мире, и у нас в стране профсоюзное движение схлопывается. Это очень печально. Происходит раскол профсоюзного движения, принимаются драконовские законы против профсоюзного движения, и свое влияние и роль на развитие мировых процессов оно теряет. У вас вот в Минске совсем недавно прошел антифашистский форум, и я здесь выступал на одном из каналов, и вне зависимости от этого форума, видимо, знаете, какие-то флюиды случились, сказал, что сейчас надо вернуться к опыту предвоенных 30-х годов. Напомнил знаменитое определение фашизма, которое дал Димитров на 7-м конгрессе Коминтерна в июле 35-го года, что фашизм это и есть открытый террористический депутатур наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Не дать, не взять. И вот тогда по решению конгресса Коминтерна создается общемировое антифашистское движение. В главе этого движения стал именно Коминтерн, и была взята на вооружение тактика народных фронтов. Вот мне кажется, что этот исторический опыт сейчас создания дрового антифашистского движения надо с родственным образом брать на вооружение, потому что, к сожалению, мир погружается в мужчину нацизма и фашизма. Ярко это проявляется не только на Украине, но и во многих других странах и регионах мира. И реальной альтернативой в чизации нашей планеты может быть только создание единого антифашистского фронта. И создание на базе этого фронта правительственного фронта, коллекционных правительств, которые выступают с антифашистской повесткой дня. Потому что фашизм – это стопроцентная угроза стихновения глобального пожара новой мировой войны. Мы не успеем даже оглянуться, как это может произойти. Потому что, возвращаясь к определению Димитрова, надо прекрасно понимать, что это открытая террористическая диктатура и большевистический угол финансового капитала. Мы прекрасно понимаем, что сейчас глобализация в мире идет именно под руководством воротилы этого самого финансового капитала и финансовой олигархии. И ради сохранения своей власти они готовы пойти на все. Вот эта опасность, она, мне кажется, еще до конца неосознана не только широкими народными массами, которые пребывают в такой расслабленной ситуации, но и политическими лидерами и руководителями многих держав мира. Мне кажется, что вот здесь Россия и Белоруссия, возможно Китай, могли бы встать во главе этого процесса и оседлать этот процесс. То есть сейчас поставить на повестку дня, главную повестку дня, именно создание этого мощного мирового движения, мощного антифашистского фронта. Ну и коль уж начали с профсоюзов, мне кажется, и профсоюзы могли бы здесь как организованная, в общем-то, сила. Ну, опять же, скажу за Белоруссию, это самая массовая общественная организация в нашей стране. Там несколько миллионов человек состоит. То есть, ну, они могут просто за счет того, что они организованы, в общем-то, могут выступать в роли застрельщика. Процитирую вас, Евгений Юрьевич, из недавнего, что называется. Если мы будем продолжать развиваться по тому пути, на который свернули в 1991 году, Россию ждет катастрофа. Но вот по тому, что вы сейчас наблюдаете, ведь происходят же изменения и во властных структурах, и, мне кажется, и в мировоззрении людей. Катастрофа отменяется? Или если нет, то что должно происходить, чтобы она все-таки отменялась? Вы знаете, дело в том, что я марксист, исповедую, так сказать, основные положения марксистской доктрины, и мысли в категории марксизма в оценке исторических событий. То есть, истмат и геомат – это для меня та опора, которая позволяет мне изучать и нашу, и мировую историю. Ну, как известно, по Марксу, ну и не только по Марксу, но мы в данном случае будем говорить по Марксу в широком смысле этого слова, история развивается по спирали. И нас всегда учили, что эта спираль идет вверх, то есть история развивается по спирали прогресса. Но нас как бы не особо учили о том, что бывает и обратное развитие истории по той же спирали, то есть вниз по спирали регресса. И в истории человечества было немало таких примеров, когда это развитие шло вниз. Вот по моему глубочайшему убеждению, в 91-м году, в такой общечеловеческой, что ли, философской позиции, мы как раз и запустили вот этот механизм развития нашей отечественной истории по спирали вниз, по спирали регресса. Мы вернулись, по сути дела, в 91-м году от того, от чего пошли в 17-м. То есть у власти оказались февралисты, серечь, значит, либералы разного пошиба и разного масштаба, которые вознамерились вкнуть на историческую поляну, значит, Россию образца 17-го года. Более того, постепенно в рамках, значит, вот этих политических структур возникло движение так называемых церемушников, я их называю. То есть довольно ярых монархистов, причем непримиримых монархистов, которые решили эту спираль, что называется, вниз еще дальше затащить. И потом произошло некое такое слияние, что ли, экстаз, вот этих политических сил, которые привели Россию и вообще все постсоветское пространство, ну, по сути дела, деградации. Давайте честно говорить, что во всех постсоветских странах нанесен серьезнейший удар по промышленному и научному потенциалу. В каких-то странах там просто катастрофа. С этим просто катастрофа. А в каких-то странах, вот, например, в Белоруссии, конечно, ситуация выглядит намного лучше. Вот даже там, где ситуация выглядит намного лучше, она далека от тех образцов, которые были в советской стране. Дальше, если вы возьмете объем производимой продукции во всех странах постсоветского пространства, я даже не беру Россию, а все страны постсоветского пространства, но это как минимум в 2,5-3 раза меньше того, что производил Советский Союз. А мы были второй экономикой мира. Действительно. Мы после Соединенных Штатов Америки занимали прочные рей-позиции. Причем я замечу, что когда началась Гербачевская перестройка, страны Запада как раз влетели в кризис. Вспоминайте небезызвестную рей-экономику и тетчеризм. Это же был ответ Конституции, то есть финансово-промышленник Альфгарти от общей кризис капитализма, который взлыхнул в странах классического капитализма на рубеже 70-80-х годов. И наша перестройка стала им подарком. Вот если бы ее не было бы, то у них ситуация уже тогда бы приняла катастрофический характер. И эти прогнозы строили очень многие аналитики, в числе экономисты, финансисты, экологи. Прежде всего в самом Западе, даже не столько у нас. Назвал Советского Союза, а потом и ограбление Советского Союза, бывшего Советского Союза и храм бывшего Варшавского договора, и позволили избежать этой катастрофы. Последние четверть века именно на этом наследии и шпировала вся буржуазная система прогнивших, давно прогнивших буржуазных отношений. Люди думающие, люди понимающие, оценивали это все. А основная масса населения, в том числе и политики, то ли не понимали этого, то ли делали вид, что не понимали. Вот что получилось в итоге. Вот теперешний кризис на Украине, боевые действия, вот эти прокси-хойны и так далее, это лишь видимая часть айсберта, потому что в основе вот этого нового мирового конфликта лежит прежде всего общий кризис капитализма. То есть неспособность в рамках буржуазной формации разрешить непосеримые, как раньше говорили, антагонистические противоречия между трудом и капиталом. Потому что в рамках буржуазной формации вот это ключевое противоречие, вот этот буржуазный закон стоимости разрешить невозможно. И с тем, чтобы сохранить все то, как было, значит, они готовы пуститься во все тяжкие. А обвешать этого разного рода гирляндами защита западных ценностей. Это они вот как раз умеют делать, да. Конечно, от варварской России и т.д. и т.п. А для того, чтобы вот эту жвачку скушали, надо оболванить население. Поэтому все эти задачи, они решались одновременно. Ведь Сорос не просто так появился. Сорос выполнял важнейшую идеологическую функцию. Оболванивание не только своего населения, то есть населения Америки, Европы, я уж не говорю про периферию с точки зрения, значит, европоцентризма, то есть Азию, Африку и т.д. А оболванить и население когда-то самой образованной и грамотной страны в мире, то есть Советского Союза. И посмотрите результаты. Прибалтика, Молдавия, Украина. Как там промыли мозги. Целым поколением уже промыли мозги. Причем, ладно, молодежи промыли хорошенько мозги людям, которые вроде бы получали среднее и высшее образование в Советском Союзе. Вот тут приезжал совсем недавно довольно крупный политик, государственный деятель. И у меня была с ним беседа. И он говорит, Жень, вот на запорожском направлении мы, говорит, входим в села. Потихоньку, полигоньку. Я просто был шокирован тем, что в сельской местности не где-то в библиотеке, а в каждом доме существует маленькая библиотечка, основу которой составляют труты. Я не оговариваюсь. Адольфа Гитлера, Альфреда Розенберга, Бандеры, Шухевича и далее по списку. Но это же все советские иллюзии. Ну так. Вот об этом речь. Вчера еще. Я не находил в этих сельских библиотеках, домашних библиотеках, домашних, ни Пушкина, ни Тургенева, ни Чехова, ни Шолохова. Хотя бы Шевченко, я не знаю. Нету даже этого. Вот основу вот этих вот домашних библиотек, казалось бы, в русскоязычном регионе составляет вот эта макулатура. Вы представляете, что произошло? И я вот в связи с этим последнее хочу сказать. В 94-м году, я уже сто раз этот пример приводил, но тем не менее. В 94-м году я отдыхал в Алуште, где всегда отдыхал во времена Советского Союза. И там был прекрасный книжный магазин. Я туда зашел и купил учебник «История Украины» на украинском языке. Я украинский язык знаю, хотя я коренной москвич, но так вот случилось просто, что я его сам выучил в школе. Я просто влюбился в девчонку, она украинка была, свинец. Отец был, передел работу в Москве, она училась со мной в классе. И у них здесь традиции, кстати, вот здесь в Москве, традиции вот этих вот украинских посиделок, песен, они, в общем-то, никуда не делись. И все это было очень так интересно и живо. Ну вот, я когда прочитал этот учебник, я пришел в тихий ужас. Уже в 94-м году в этом учебнике, который был написан харьковскими профессорами, было про российскую оккупацию украинских земель, не про Великую Вечизненную войну, а про российско-немецкую войну, ну и т.д. и т.п. Про то, что москали угнетали украинцев с незапамятных времен, что Екатерина II, это враг украинского народа, который распространило крепостное право, москальское крепостное право на исконные украинские земли. Что Екатерина разорила запорожскую сечь, сердце украинской самостийности и державности и т.д. и т.п. Я приехал когда в Москву, а я тогда работал в движении будущих лидеров, исполнительным директором, у меня были выходы на разных крупных политиков, государственных деятелей, и я некоторым из них об этом сказал. Реакция была вот такая. Причем это были не какие-то либерал-демократы, условно говоря, кайтаровского разлива. Это были вроде патриоты и т.д. Мне было сказано, я цитирую, что мне было сказано, не сгущай краски, все рассосется. Ну вот это отношение, да, оно сейчас дает свои результаты. А я вот, понимаете, вот вы рассказываете про эти библиотечки, вот сейчас, допустим, очень много, ну его бесчисленное множество всяких видео в интернете, где, ну вот я бы понял, если бы это были там люди вот с этими всеми опанками-гопанками, вот этими бандеровскими, я бы понял, если бы это были молодые люди, которые, ну вот действительно там где-то с садика начинали это все втирать. Но когда я вижу там 45-50-летних, да постарше, которые абсолютно искренне, вот с горящими глазами все это вот произносят, какие-то песни поют, я никак не могу взять толп, ну как, подождите, вы же выросли в той же стране, что и я. Мы вместе пели одни песни когда-то, да, ну я там был помладше, а вы постарше, тем более. Как? Вот видите, а вот в том числе и поэтому. Я вот привел пример с одной уроженкой Ярославской области, которая вот стала бандеровкой под влиянием своего мужа и его окружения, когда она переехала с Ярославской области в Западную Украину. И мне, значит, несколько человек, не скажу, что много, но несколько человек, там может быть 8-10, привели аналогичные примеры со своими родственниками, уроженцами Рязанской области, Тамбовской области, Сибири, которые вот волею судеб, значит, вышли замуж или женились на представителях главным образом Западной Украины, но не только Западной Украины. Например, вот мне буквально сегодня или вчера написала женщина, что ее родная сестра вышла замуж за украинца и уже долгие годы живут в Харькове. Так она говорит, мы не общаемся, поскольку когда мы, значит, вот после распада Союза как бы продолжали общаться, постоянно были упреки с ее стороны по поводу клятых москалей. Ну, сначала я как бы пыталась, но вразумить ее и так далее, а чем дальше в лес, тем больше дров. То есть сейчас вот две родные сестры, которые шенки Рязанской губернии, ну, что называется, русские из русских, да, именно поэтому их не общаются. Значит, у нас роль вот этой пропаганды не-то оценена. Вы посмотрите, как умело на протяжении этих 30 лет и все средства массовой информации, вся научная общественность, журналисты, политики, государственные деятели, значит, шаг за шагом решали эту важнейшую идейно-политическую задачу. Причем, понятно, под руководством, кого они решали, как готовились для этого кадры, какие специальные ресурсы в это вкладывались. Причем делалось это и от случая к случаю, в виде компаниши. Это была глубоко продуманная идейно-политическая программа, которая затронула главным образом эмоции, души людей, даже не столько разум. Разум в данном случае был похоронен. Поэтому вот вам ответ на ваш вопрос. А обработать более молодое поколение, у которого вообще отсутствует научное понимание мира, это проще пареной репы. Я вот в связи с этим, последнее, что хочу сказать, вот когда говорят о том, что в обществе не должно существовать цензуры, тем более государственной цензуры, к сожалению, вот мой опыт и преподаватель, и историк, он говорит о следующем. Сейчас появилось огромное количество людей, я не беру вычислять процент, но это, поверьте мне, огромное количество людей, которые оказались очень в пастуке на псевдоисторические фальшивки. Разумпитить их в том, что они заблуждаются, в том, что они купились на дешевую антинаучную пропаганду, что они стали жертвами конспирологии, невозможно. Я вот сколько предпринимал усилий, и мои коллеги, сколько они предпринимали усилий, невозможно. Вот это уже вопрос, ну, такого глобального, что ли, масштаба. Что делать с этим? Ведь, значит, людям, которые привыкли, вот, что называется, поглощать вот так подобно роду информацию и слепо верить в нее, можно втемяшить все, что угодно в головы. Сегодня про, значит, бомбардировочную авиацию с ядерным оружием, которая была, оказывается, у Олега Вещева. Значит, я своими ушами просто слышал эту программу, значит, загадки истории, парантики. Не, ну, там не только у Вещева могла быть бомбардировочная авиация с ядерными боезарядами. Вот об этом и речь. А это же миллионы зрителей смотрят это, зомбируются. Ну, вы знаете, по поводу цензуры, я, наверное, с вами соглашусь, почему, и приведу вот простой довод, подтверждение. Вот давайте даже вспомним, ну, мы уже вспоминаем Советский Союз так или иначе, и, наверное, по-другому не может быть, потому что мы там выросли. Но возьмем кинематограф. Вот те говорят, в Советском Союзе была жесткая цензура. Хорошо. Ну, она действительно была. Просто я к чему это все? Что само слово, может быть, носит такой нехороший оттенок – цензура. Назовите это по-другому, и все станет на свои места. Но при той самой жесткой советской цензуре выпускались шикарные советские фильмы, которые мы смотрим сейчас. И дети наши будут смотреть, я уверен. И внуки еще будут смотреть. Все, это золотой фонд. Не то что советского и мирового кинематографа. А давайте попробуем вспомнить фильмы, которые сняты, например, в постперестроечное время, когда вообще было гуляй-поле, делай что хочешь. Абсолютно. И вспомнить особо нечего. Так вот об этом и речь. Я и вас поддержу стопроцентно. Слушайте, вот нам деятели культуры, мастера культуры жаловались, что вот они под спудом, значит, жесткой совковой цензуры, значит, были лишены возможности полноценно, полноценно творить, высказывать, значит, сокровенные мысли, пятый и десятый. Убрали цензуру. Вам была предоставлена полнейшая свобода. Покажите хотя бы один шедевр, вами сотворенный. Возьмите, например, те же фильмы, созданные Рязановым в постсоветский период. Уже совершенно все другое. Разве можно их поставить на одну доску с его шедеврами советского периода? Вот вам и ответ. Почему? А я в данном случае вспоминаю замечательное выступление Андрея Александровича Жданова в Ленинграде по поводу постановления августовского постановления ЦК 1946 года. О журналах «Звезда и Ленинград», где досталось на орехи и Зоченко, и Ахматовой, ну и так далее, и так далее. И он там совершенно правильно говорил, что свобода творчества художников в буржуазном мире – это мнимая свобода, которая зависит от толщины денежного мешка. Абсолютно правильно. Сказан-то был в 1946 году, то есть больше 75 лет назад. Как это актуально? А у нас же все Карпачевские постперестрочные годы как только не клеймили это постановление, и этот Ждановский доклад, и все такое прочее. Ну возьмите и прочитайте этот Ждановский доклад, и наложите его на теперешнюю ситуацию. Вы удивитесь, насколько были гениальны, я не преувеличиваю, наши советские партийные идеологи сталинской эпохи. Причем я замечу, что Андрей Александрович Жданов был высокообразованным человеком, родился в интеллигентной семье. Говорили о том, что по линии его матери у него в родне было чуть ли не пол синода русской православной церкви. Отец его был профессор, преподаватель, кстати. В этом был человек левых убеждений и взглядов. И Андрей Александрович, это был один из самых образованных людей в сталинском окружении, который прекрасно знал и русскую, и мировую философию, замечательно разбирался в истории. И при этом он долгие годы возглавлял Ленинград, а это же был центр военно-промышленного комплекса страны. И вообще промышленный центр страны. Потому что Москва в царской России в первые годы пяти леток, это была все-таки текстильная столица по большей части. А филлургические заводы, стали литейные заводы, военно-промышленные заводы, они находились в северной столице. Ну попробуй поуправлять таким городом. Поэтому Жданов был человеком высокой культуры и не только гуманитарной, но и технической культуры. И он вот произносит такой доклад. Так что мы сейчас вот как раз являемся жертвами всех этих обстоятельств. Говоря о деятелях культуры, мне знаете, что вспомнилось, не помню в каком году, Лукашенко встречался с писателями белорусскими. Ну и как обычно, при таких встречах, чем помочь, ну знаете как, президентам. Ну были там какие-то просьбы. Но что он тогда им сказал? Ребят, ну я так сейчас очень коротко. Давайте так. Вот положите на стол войну и мир. Все. Вот все, что вообще хотите. Но положите на стол войну и мир. Ну или что-нибудь такого уровня. До сих пор не родилась. Ну понятно, да. Такая книга. Поэтому цензура, нецензура, это все такое, знаете, рассказы для бедных, мне кажется, когда говорят, ссылаются на нее, что мы вот по цензуре что-то не можем. На Западе называется нецензура, просто похитрее это все обозвали, завуалировали, а по сути-то то же самое. Да еще и жестче. Если говорить об этом развитии по спирали, и как вы говорите, что по вашему мнению мы как раз сейчас спираль в обратную сторону, тогда с каким историческим периодом можно сравнить, коль мы уже идем назад, да, отвинчиваем время назад, вот нынешнее состояние политическое как в России, так и в мире-то, собственно. Вы знаете, я бы тут даже не стал бы сравнивать политическое состояние, поскольку политика – это есть концентрированное выражение экономики. То есть это производное от экономики. Ленин тут и не только Ленин были абсолютно правы. опять-таки 17-м годом. Почему? Дело в том, что в кратком курсе истории ВКПБ Сталин, а он был не только редактором этой работы, но и автором целого ряда глав. Так вот, он прямо написал, что октябрь 17-го года спас Россию от окончательного превращения ее в сырьевую полуколонию ведущих мировых держав. Смотрите, как актуально. А теперь давайте посмотрим, а насколько был прав Иосиф 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 Иоаннович Сталин. Вот у нас сейчас развелось огромное количество церепожников. Я в этот термин кладываю исключительно отрицательный смысл. На самом деле это никакие не православные и не монархисты. Это псевдоправославные и псевдомонархисты, которые по своей сути просто лютые антисоветчики. И именно поэтому они выливают на головы опять-таки граждан, на нестойкие мозги этих граждан кучу всякой дезинформации, колоссальное количество о том, как процветала царская Россия, как там все жили, как у христа за пазухой и так далее, и так далее. При этом ссылается на мерзопакусную совершенно книжку Бразоли. Достали из Нафталина эту книжку, которая там появилась на свет еще в 20-е годы в эмигрантской среде. И рассказывают байки про темпы экономического развития, про рост народонаселения, про рост благосостояния и т.д. и т.п. Причем на вот эту жвачку купились не только массы обывателей, но и вроде бы как бы массы вполне себе образованных людей. Но далеко за примерами ходить не надо, Тихон Шапунов. Но вся эта ложь Бразолевская была давным-давно разоблачена вот так, на ЭНБА. Я в данном случае назову всего одну разительную работу. В 1995 году, за год до смерти, выдающейся советской историей, в прямом смысле выдающейся, Андрей Матвеевич Анфимов опубликовал небольшую, но крайне содержательную фундаментальную статью «Россия при Николае II в цифрах и фактах», где он привел просто убийственные факты экономического, социального развития царской России в сравнении с странами Западной Европы и США. По всем позициям мы им проигрывали, буквально по всем, причем в разы, а по некоторым позициям в десятки раз. Дальше он там приводил реальные факты того, что у нас наиболее передовые, технологические передовые отрасли промышленности, которые действительно вроде бы развивались бурными темпами, находились почти под полным контролем иностранного капитала. Немецкого, французского, бельгийского, английского и так далее. Но далеко за примерами ходить не надо. У нас было монопольное положение в компании «Нобель» на нефтяном рынке. Очень узнаю брата, как говорится. Да, теперь дальше. Из 10 крупнейших банков, значит, 9 контролировались иностранным капиталом. Более того, они были, по сути дела, филиалами крупнейших банкирских домов. Ну, например, русско-азиатский банк, хорошо известный, был на самом деле филиалом СЮСИТЕ-ЖЕНЕРАЛЬ, это ключевой банк Ротшильдов, который был, есть и до сих пор процветает и пахнет. Понимаете? Единственный банк, крупный банк, который контролировался русским капиталом, это Волжско-Камбский банк. То есть, когда Сталин в 17-м году, не владея вот этой информацией, то есть не владея вот этими фактами, которые раскопали потом историки, спустя многие-многие годы, об этом говорил, то он, что называется, попал в яблочко, что Россия действительно накануне Октябрьской революции, по сути дела, осталась, ну, что называется, на полшага от того, чтобы окончательно превратиться в полуколонию промышленно развитых стран, в сырьевую полуколонию. И теперь смотрите, белое движение. Ведь широкомасштабной гражданской войны в России не было бы, потому что не было реальных условий для этого. Потому что с января 18-го года началось, как Ленин сказал, триумфальное шествие советской власти. За каких-то три месяца, то есть январь, февраль, март, на огромной территории Российской империи, бывшей Российской империи, власть перешла в руки советов. Да, где-то на местах пока еще существовали органы, похожие на двоевластие, многовластие, то есть соседствовали там советы, городские думы, какие-то иные, земства и т.д. и т.п. Но тем не менее, вот этот процесс цивитизации страны, он шел семимильными шагами. То есть простой народ начинал брать власть в свои руки, и каждая кухарка начинала учиться, вот это я подчеркиваю, начинала учиться управлять государством через участие в работе этих советов и их исполкомов. Потому что опять тут ленинскую мысль передергивает. Потому что он говорил, что, дескать, вот это... Да, Ленин говорил, что через участие в работе советов каждую кухарку можно научить управлять государством. А не то, что они будут управлять государством. Но опять же через участие в работе совет, да. Совет, да. Это не то, что кухарка стала вдруг руководить страной. И вот смотрите, и вдруг ни с того ни с сего, больше того, в апреле Ленин пишет статью «Очередные задачи советской власти», где вновь протягивает руку буржуазии и предлагает новый вариант возрождения страны через создание госкапитализма. Почему? Потому что он говорил, что в наших условиях госкапитализм это есть нечто обобщисленное, а значит, поддающееся учету и контролю. А в их представлении, ну в тогдашних представлениях марксистов, учет и контроль это и есть один из главных элементов, собственно говоря, социалистической экономики. Но это предложение Ленина было вновь отвергнуто. И сразу после этого вдруг ни с того ни с сего полыхнул Чешловацкий мятеж. Причем на огромной территории, от Пензы до Владивостока. Тысячи километров. Это с чего это вдруг? А мы потом начинаем изучать историю Чешловацкого мятежа и видим прекрасно, кто направлял этот мятеж и с какой целью. А это вот ведущие страны Антанты. Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Имка, например, в каждом эшелоне, где находились Чехословакия, был вагончик с Имкой. Понимаете? С этим вот христианским молодежным движением, который сыграет потом самую паскудную роль в раскрутке, в создании Имка Пресса, в раскрутке лживых произведений Солженицына. У них же до сих пор эксклюзивные права на издание всех книг Солженицына. Так вот, значит, все эти белогвардейские армии, Колчака, Деникина, Миллера, и вот теперь, теперь, делайте мостик на теперешние события на Украине. Ничего не напоминает? Ведь нам говорят о том, что это вот чуть ли не Третья мировая или преддверие Третьей мировой и т.д. и т.п. С одной стороны, вроде бы да. Проводят какие-то аналогии с Великой Отечественной, хотя я противник этого. А вот если посмотреть поглубже, то вот здесь есть прямые аналогии именно с гражданской войной столетней давности. Смотрите, поле битвы Украина. Сто лет назад самая кропролитная гражданская война была именно на Украине. В каждом селе своя бандочка. Помимо того, что там воевали и Деникинцы, и Петлюровцы, и поляки, и гражданинцы. И кого-то тут только не было, да. Так, дальше. Ну, свадьба в Малиновке не просто так появилась, елки-палки. Конечно. Дальше. Активное участие в событиях гражданской войны, тех же французов, британцев и так далее, и так далее. То есть идет, условно говоря, опять развитие истории по спирали на новом, так сказать, витке. И мы, по сути дела, вот почему я говорю, что мы вернулись к событиям столетней давности, только уже не по линии прогресса, а по линии регресса. Вот все, что случилось с нашей страной в промежутке 1917-1922 практически через 100 лет повторяется с какими-то естественными нюансами. Ну вот в таком глобальном, что ли, плане, да, в таком содержательном плане больших различий здесь я не вижу. И вот это надо учитывать. А отсюда надо учитывать, естественно, и временной отрезок. Вот тогда, для того, чтобы преодолеть эту смуту, нам понадобилось 5 лет. То есть от февральской революции 1917 года до создания Союза Советских Социалистических Республик. Декабрь 1922. Ну почти 6 лет, без малого. Вот я думаю, что теперешний кризис во временном отрезке, по всей видимости, потребует для своего разрешения как минимум такое же количество лет. Может быть, я ошибаюсь. Ну тут же дело такое, да, прогноз в принципе, вещь сложная. Да, тем не менее, потому что, мне кажется, пик этого противостояния, пик кризиса еще не преодолен. Но вы обратите внимание, что еще в 1918 году в Лондоне, в Париже и в прочих столицах были радужные представления о том, что вот еще чуть-чуть, и они задают большевиков. Что они победят. Что они, наконец-то, развалят Россию. Каждый получит свой лакомый кусок и т.д. и т.п. А уже в 1919 году... Ну подождите, в 1918 год Юльденич уже фактически Питер брал. Ну так. То есть, конечно, почему бы так и не подумать. Да, а в 1919 уже году, после особенно поражения, значит, Деникинского наступления на Москву, все уже схлопнулось. Уже стали удирать. Уже стали, так сказать, сдавать своих вчерашних союзников. Уже прекратился поток финансирования, оружия и всего прочего. Потому что они поняли, что они, по сути дела, проиграли вот эту схватку за Россию. Когда прошел вот этот пик, условно говоря. Это Деникинское наступление июля 1919 года, это своеобразно рубикок. Вот тогда выстояла Советская Россия и, что называется, ветер истории повернул в другую сторону. Вспять. Вот здесь можно проводить прямые аналогии и строить какие-то прогнозы. Хотя вы абсолютно правы, что эта вещь неблагодарная. И прямых аналогий, уж совсем прямых аналогий быть не может. То уж очень просматриваются вот эти исторические параллели. Я вот на это бы сакцентировал внимание. Значит, во многих вещах. И в идеологии, и в фактуре. И, кстати, в перечне участников. Понимаете? Посмотрите. Ну, поменять только Пюровцев на, значит, Бентеровцев. И поменять и Пилсудского на нынешних Пилсудчиков. Потому что в идейном отношении руководство Польши, нынешнее руководство Польши, я даже не беру Дуду. Дуду это так, марионетка. Я бы еще заменил Соединенные Штаты на Германию. Потому что вот тогда они все-таки главными были. Что касается украинской территории. Ну и французы, да. А Штаты тогда нет, а сейчас наоборот. Штаты, в общем-то, первые скрипки. Поменяли просто кукловоды и хозяина, и все. А по сути, сейчас же у власти находятся те же Пилсудчики. Там понятно, что главным идеологом выступает этот брат этого погибшего президента. Кочинский. Да, Кочинский. Значит, а у них там идея фикс. Такая же, как у Юзоффа Пилсудского. Великая Речь Посполитая от мужа до мужа в границах 1772 года. То есть, как минимум, это все правобережье Украины, не только западная Украина, а все правобережье Украины, вплоть до Черноморского побережья, это владение Польши. Хотя Польша, по факту, Речь Посполитая, даже в период своего рассвета, никогда прочно на Черноморском побережье не стояла. Не надо тоже сказки рассказывать. Там все-таки была территория Крымского ханства. И они поляков так до Черного моря, по большому счету, не допустили. Но сама эта идея присутствует. Поэтому здесь, смотрите, прямо, что называется, как в зеркале отражение. Но я думаю, что вот эти параллели, вот эти аналогии, они во многом могут подсказать, в том числе и лидерам наших государств, характер своих действий. Надо просто повнимательнее изучить события того времени. У них есть такая возможность, в том числе и через те документы, которые хранятся, в том числе и в особых папках, например, в особых папках Политбюро. Потому что тогда тоже было сделано немало ошибок, ну, например, поход Тукачевского на Варшаву. Но тогда были приняты очень верные, очень нужные, выверенные решения, которые помогли молодой советской России одержать верх. Так что вот так вот. Тем более, что вот этот период гражданской войны, он вот по сравнению с, допустим, с Великой Отечественной, он не так изучен, давайте откровенно говорить. Ну, или не так популяризирован, если хотите. Он не так популяризирован. Дело в том, что изучен-то он неплохо. А у нас есть немало действительно серьезных научных трудов, написанных и в советский период, и в постсоветский. Правда, там с уклоном как бы в белое дело, но тем не менее. То есть фактура изучена неплохо. Другое дело о том, какие сделаны выводы. А выводы зачастую носят конъюнктурный такой политизированный характер. Но там, слушайте, белых пятен еще полным-полно. Изучать и изучать, что называется. И самое-то главное, как раз, убрать в сторону всю эту идеологию, а сделать упор на изучение конкретной фактуры. А потом, опять-таки, с высоты, ну, как мне кажется, исторического материализма, что такое исторический материализм? Значит, конкретно исторический. Не политизируя, а конкретно исторический. Почему Ленин там и Марк всегда говорили, что надо события оценивать не с высоты, прошедших там десятилетий, столетий и так далее, а конкретно исторический. Сделать выводы и посмотреть, что, как и почему. То же самое касается, например, ситуации в Закавказье. Вот в нынешнем Закавказье. Там ведь гражданская война между белыми и красными и серо-бурой малинами была не менее острая. Но там еще к этой гражданской, социальной, классовой войне добавился и иностранный фактор. Добавилось и противоречие между самими кавказскими народами. Потому что у нас мало кто знает, что в этот период была и армяно-азербайджанская война, и армяно-грузинская война, и армяно-турецкая война. Причем вот когда опьяняют большевиков в том, что они отдали, дескать, по Московскому договору, там и по Карскому договору, значит, значительную часть Армении, где находится историческое сердце Армении с горой Арарат и озером Ван. Слушайте, либо вы сознательно лжете, либо вы просто не знаете элементарных фактов. Потому что на самом деле эти территории туркам сдали сами армяне. Дашнакское правительство Армении, которое продуло войну. Ведь кто подтолкнул армян начать войну с турками? Вильсон, президент Вильсон, он им сказал, ребята, начинайте, мы вам поможем. Потому что там в Турции подписывали сербский договор с атаманским правительством, то есть еще с султанским правительством. А там внутри началось движение Ататюрка, которое не признали, ну и пошло-поехало. Они сделали ставку на Москву, но неважно, сами армяне развязали войну с турками. Турки им надавали люлей, и дашнаки сели, подписали с турками Александропольский мирный договор. Александрополь – это нынешний гюмри. Это декабрь 1920 года. По-моему, 2 декабря, если я не ошибаюсь. Ну, начало декабря. Сами сдали эти территории. Потом в московском договоре, значит, условия Александропольского договора были подтверждены Москвой. А почему? А потому что у Москвы не было силы и возможности воевать с турками за эти территории. Они поступили правильно абсолютно. А теперь вы обвиняете большевиков и лично Ленина в том, что они это сделали. Видите, как с больной головы на здоровую, понимаете? Потом, кстати, после окончания Великой Отечественной войны, на Потсдамской конференции Сталин и Молотов поставили этот вопрос. То есть возвращение этих территорий. Причем вопрос был поставлен хитр. Дело в том, что турки, которые были с военными сателлитами нацистской Германии, они, значит, ну, чтобы избежать, условно говоря, уж особо сильного гнева со стороны лидеров антигитровской коалиции, сами предложили подписать договор о фире, дружбе и границах. Ну, на что Молотов турецкому послу сказал, вы хотите с нами подписать договор о дружбе? Замечательно. Мы не против. Только как же мы будем дружить со страной, которая отняла у нас в период тяжелых годин и испытаний часть нашей территории? Давайте мы этот вопрос по-любому решим. Этот вопрос был поставлен на Потсдамской конференции, на что Труман тогда сказал Сталину, давайте мы этот вопрос здесь на нашей конференции решать не будем. Это вопрос двухсторонних отношений. Вы между собой там как-нибудь порешайте и так далее. И действительно, после окончания Потсдамской конференции мы стали решать этот вопрос с турками. Тут же прибежали британцы и англичане и сказали туркам, не-не-не-не-не-не-не, вы что, ни в коем случае советам не отдавать эти территории. Какой? Чтобы распространять, значит, коммунизм еще на восток, в Готэм. И турки тогда заняли предельно жесткую позицию, ну и так далее, и так далее. Вплоть до того, что они в 52-м году вступили в НАТО. Понимаете? Вот опять-таки, вот эти страницы истории хорошо бы нашим политическим и государственным лидерам, что называется, обновить у себя в мозгах и посмотреть, как вот эти вот вопросы решались, и какую провокационную, и главное, как. Какую и как, значит, вот эту провокационную работу проводили те, кто сейчас воюет против нас. Вот вы стали рассказывать про Кавказ и как там прибежали и сказали, ну начинайте, да? Да, и сразу вспоминается, к грузинам же тоже пришли и сказали, ну начинайте. И что в итоге? Да, 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 да. Действительно, очень многое повторяется. Если вернуться все-таки к новейшей истории, вот последние 30 лет, тоже очень полный драматизм и неоднозначных событий. Так или иначе, Россия развивалась и Беларусь чуть-чуть по-разному. Вот на ваш взгляд, такое понятие, как олигархи, ну, во всяком случае, те, кого мы называем олигархами в широком понимании этого слова, в России, они вообще имеют право на жизнь? Вот сейчас? Да и вообще? Да, у нас тоже здесь лукавят, говорят, что, значит, дескать, у нас никакой олигархии не осталось, что это все наследие 90-х годов давно сброшено, ну и так далее, и так далее. Ведь кто такие олигархи? Это же не просто, значит, крупнейшие бизнесмены, которые владеют огромными состояниями и влияют, значит, на политику. То есть, по сути дела, являются, ну, кукловодами, да? Политических партий, государственных деятелей и т.д. и т.п. Но в 90-е годы это была совершенно очевиднейшая вещь, вот, когда они упивались просто своей властью. Я имею в виду всех этих Березовских, Гусинских, Смоленских и так далее, и так далее. Березовский владел первым каналом, Гусинский НТВ, пожалуйста, вот самые популярные СМИ на то время. Ну, начнем с этого. Да, слушайте, они неоднократно говорили, что Путин стал президентом, во многом благодаря тому, что они привели его в Кремль сначала на вторые, там, третьи роли, значит, в структуре Павла Бродина, а потом уже, ну, и так далее, и так далее. Значит, с одной стороны, это так, что действительно, во времена Путина, шаг со шагом постепенно роли влияния вот этих, значит, воротил финансово-промышленного капитала была серьезно снижена. Но сказать о том, что у нас олигархия, как таковая, вообще исчезла, с поля зрения, я бы не стал. Исподволь эти ребята оказывали, раньше в гораздо большей степени, сейчас, может быть, и меньше, оказывали существенную роль на выработку внутренней и внешней политики. Слушайте, ну давайте не будем лукавить. А договорники 22-го года, обмен пленными, которые проводил Абрамович, А что делал Абрамович на переговорах в Турции? Где вроде были... Все спрашивали об этом. Ну вот, никто не получил... Никто не получил разумительного ответа. Понимаете, Абрамович – это один из ярчайших представителей той самой олигархии. То есть эти ребята, не афишируя свои возможности, как это делал актерский Березовский, значит, имеют влияние на власть. И вот здесь большой вопрос. Насколько это влияние сейчас сохраняется? И насколько это влияние сильно? Настолько, чтобы повернуть спять ход событий. Потому что многих настоящих патриотов вообще вот ситуация, современная ситуация, она беспокоит. Многие боятся, что будет дан задний ход. И проблема будет не только не решена, она будет загнана в угол. И в конечном итоге все это обернется стратегическим проигрышем России, а значит и Беларуси. И многие люди серьезно этого опасаются. В том числе и я, кстати. Я, конечно, не обладаю той толикой информацией, которой обладают люди, которые обязаны ей обладать. Но у меня, как у любого здравого человека, возникает масса вопросов. Так вот, если взять вот этот 30-летний отрезок нашего развития общего и параллельного, как-то все вместе. Вот в нынешней ситуации, на ваш взгляд, какой опыт Беларуси мог бы быть полезен для России? Слушайте, самый главный опыт Беларуси, то, что она уберегла себя от тех самых олигархов. Что она не распродала за понюшку табака ключевые отрасли своей экономики. Не отдала их в руки вот этих вот персонажей. То, что это сохранилось в госсобственности. То, что это управляется от имени государства. То, что при этих предприятиях идет прежде всего на общегосударственные, а значит и общенародные нужды. Вот за это только можно памятник Лукашенко поставить. Я серьезно говорю. Может быть в его работе, я не живу в Беларуси и давно там не был. Может быть, я не знаю всех тонкостей и так далее. Но все, кто бывал в Беларуси, они отмечают особую ухоженность и сельской местности, и городов. Такое довольно эффективное управление. И это, конечно, приятно. Потому что я всегда к белорусам питал особую симпатию. Ну, по многим обстоятельствам и так далее. И вот вы обратите внимание, когда начались эти события 20-го года, да, а ведь Лукашенко не сбежал, как Янукович. А он пошел прежде всего в рабочие коллективы. А там в этих рабочих коллективах тоже оказались люди с промытыми, так сказать, пропагандой, мозгами. Но он не испугался вступить с ними в диалог. Убеждая и переубеждая их. И слава богу, что вот этой вот так называемой оппозиции, конечно, это никакая не оппозиция, это марионетки, не удалось раскачать вот эти рабочие коллективы. Что рабочие коллективы, все-таки поняв, что творится в стране, встали на сторону власти. И это дорогого стоит. Поэтому я считаю, что главное, что сделал Лукашенко у себя в Белоруссии, во-первых, он сохранил костяк национальной промышленности. А Белоруссия это всегда была всесоюзная сборка. Там всегда были высококлассные предприятия с очень грамотным, работающим рабочим классом, инженерным корпусом и так далее, и так далее. Что он не отдал вот это вот все на разграбление олигархов. В том числе и нашим. Вспоминайте, как там... Очень много было заходов. Да, заходов. И в банковский сектор, и калийные удобрения, и все такое прочее. Понимаете? Очень много заходов. И надо ему отдать должное, потому что там серьезно на него наезжали. И не только олигархи, но и политические структуры. С нашей стороны, я имею в виду. И вот это вот главное достижение. Вот от этого надо, естественно, отталкиваться. Но при этом, при этом последнее, что я хотел бы сказать. Не надо, как вам сказать, консервировать политическую систему. Все-таки надо давать выход пару. Потому что, когда вы котел, кипящий котел, закрываете крышкой, а потом задраиваете эту крышку, рано или поздно эта крышка рванет. То есть вылетит. И вот это одно из главных, кстати, уроков истории для всех политиков и государственных мужиков. Не думайте, что вы закроете крышку котла, и кипяточек остынет. Ну, пример царской России, это ярчайшее вам, так сказать, свидетельство того, что произошло с нашей страной. Это же не просто так случилось, понимаете? Причем вы обратите внимание, что против существующего режима поднялись сами монархисты. Слушайте, вся великокняжеская семья, императорская фамилия, прилепили сюда себе красные банты и носились вместе со всем народом, пили шампанское и радовали свержению самодержавия. Но большего абсурда вообще трудно себе представить, понимаете? Ну, Александр Григорьевич историк, поэтому я думаю, что вещи, о которых вы говорите, он прекрасно понимает. И то, что сейчас происходит у нас в стране, я имею в виду и появление Всебелорусского народного собрания, и не только, это как раз тому доказательство. Будем думать, что все это делается правильно, и очень бы хотелось, потому как мы очень взаимосвязаны. Более, чем связаны Россия или Беларусь, Беларусь и Россия, сложно найти государство. Чтобы и в России вот эти вот процессы все-таки обретали иную скорость и заканчивались тоже правильно. Вот этот самый главный запрос наших обществ на социальную справедливость, он все-таки выполнялся, потому как по-другому наши люди способны на очень многое. И история тоже знает там массу примеров. Спасибо вам огромное, Евгений Юрьевич, за этот разговор. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо и вам тоже удачи. И большая благодарность белорусскому народу и белорусскому руководству за поддержку нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!